Павел, сейчас мы прошлись с вами по основным видам террасных настилов. И в каждом мы увидели свои достоинства и свои недостатки. Мы сейчас их проговорили. Скажите, пожалуйста, а есть ли такое террасное покрытие, вот это тема нашей сегодняшней беседы, есть ли такое террасное покрытие, которое лишено всех вот этих недостатков и выбралось в себя все достоинства, которые можно использовать причалы, даже может быть где-то в воду заходит, эксплуатируемая кровля, то есть любые виды террас, то есть ну в принципе хоть где. Да, есть такой материал, мы его используем на наших объектах. Этот материал, он тоже композитный. Композитный, вот я вам Алексеева продемонстрирую, посмотрите какая текстура. Это прям как кора дерева просто. Да, вот еще есть, у меня есть текстуры и поровней, просто я вам решил показать наиболее ярко выраженные. То есть есть и под классическое дерево? Есть под классическое дерево, да. Вот этот материал, он как раз лишен всех этих недостатков, которые мы перечислили выше. Во-первых, у него практически нет линейного расширения, он не гигроскопичен, что немаловажно, поэтому его можно использовать на причалах, на пирсах, тех местах, где очень большое соприкосновение с водой. Так как он не гигроскопичен, он не впитывает в себя воду и поэтому зимой он не рушится от этого. Вода не впитывается в него, не замерзает там, не расширяется и не разрушает его. Здорово. Плюс ко всему, он легкий, несмотря на то, что это композит. Ну да. И если вы можете видеть на срезе, он почти как и чистый бетон. И текстура у нее ярко выраженная. Ее преимущество в том, что вот эта вот текстура, этот верхний слой, он покрашен в теле и даже если немножко истирание здесь будет происходить, она все равно будет такого же цвета. То есть красить ее не придется никогда? Красить ее не придется. Это один из тех материалов, про которые можно сказать, поставил и забыл. Из всех материалов, представленных выше, это самый долговечный. Скажем так, срок его службы наверняка сопоставим с периодом жизни человека. Ничего себе. Скажите, пожалуйста, есть какие-то нюансы в креплении вот такой доски? Конечно, есть нюансы. Ну, во-первых, по большей части это нужно использовать саморез нержавеющий. Он должен быть специальный. А это в пласть монтируется? Это монтируется в пласть, либо в боковую часть. Но лучше монтировать всегда в пласть специальным саморезом с маленькой шляпкой, который будет держать не только шляпкой, а и резьбой во второй. С противорезьбой? Да. Когда, если вот в такую текстурированную доску вкрутить саморез, она потом... Текстура эта его закрывает. Скроет саморез, да? Практически не видно будет, да? Скрытый, да. Ну, плюс ко всему нужно использовать подсистему правильную. Всегда залог долгой службы террасы это подсистема, так же как у дома фундамент. А для фасадов есть такая доска? Она с точно такой же текстурой. Она может быть... И можно и эту доску использовать на фасады. Есть доска потоньше, есть доска с сопряжением шип-паз. В этом случае этого не стоит бояться, так как у сушки и разбухания нет. Павел, вы нам так все хорошо рассказали, особенно вот про эту доску Millboard. Вот я думаю, что и наши зрители, и я сам, ну вот прям влюбился в нее. Скажите, пожалуйста, это есть может у нее какой-нибудь маленький-маленький недостаток? Да, недостаток есть, но он не маленький, он скорее большой. Это какое же интересно. Это его стоимость. Ну, вы должны понимать, покупая любой продукт, любой дорогой продукт, вы экономите в процессе его эксплуатации, то есть в периоде его эксплуатации. Как вы слышали, что, например, доску из дерева нужно красить каждый год. Ее нужно с периодичностью какой-то заменять потом. Эту доску вы постелили, вам не нужно ее красить, вам не нужно больше на нее обращать внимание. И в долгосрочной перспективе это даже больше экономия, чем затраты. Это правильные вложения. Сто процентов. Дорогие наши зрители, дорогие подписчики, сегодня мы узнали много интересного. А если у вас возникнут какие-нибудь вопросы, пишите нам обязательно в комментариях. Мы с удовольствием ответим на любую критику, на любые интересные ваши вопросы. Всего доброго. До свидания.